Ваш сосед — это тот, кто сейчас находится рядом с вами. Я люблю весь космос. Это просто. А вот любить одного человека стоит жизни. Сосед не значит тот, кто живет в соседнем доме. Все, что сейчас находится рядом с вами, есть ваш сосед. Если бы Иисус сказал, «Любите того, кто находится на другой стороне планеты», люди бы любили их. Это просто. Но ваш сосед — никудышный человек. Не так ли? Если вы научитесь любить того, кто рядом с вами в этот момент, вы станете любящими по своей природе. Не так ли? Да? В этот момент тут один человек, через секунду другой, еще через мгновение насекомое, в следующий момент еще кто-нибудь. Если вы научитесь любить все, что находится рядом с вами сейчас, вы станете любящими по своей природе. Что значит быть любящим? На уровне эмоций — это определенная степень принятия. Не так ли? Возлюби ближнего своего. Это непросто. Это требует трансформации. Не так ли? Что-то в вас должно измениться, чтобы полюбить ближнего. Чтобы любить Бога, ничего в себе менять не нужно. Можно обманывать себя как угодно. Вы можете обманывать весь мир и при этом любить Бога. В наши дни это стало модным. Особенно в New Age сообществах на Западе. «Я люблю все человечество. Я люблю весь космос». Это просто. Вам не нужно на самом деле никого любить. Но любить одного человека, который с вами — это стоит жизни. Любить одного — это стоит жизни. Не так ли? «Я люблю весь космос, но я не выношу человека, который сидит рядом со мной прямо сейчас. Это совсем другое. Это просто самообман. Просто чушь. Я люблю все человечество». Где вы видели все человечество целиком, чтобы любить его? Нет. «Я просто люблю». Да. Это очень просто. Попробуйте любить одного человека и посмотрите, чего это стоит. Это потребует от вас столько усилий. Столько, что вам нужно будет отдать себя целиком. И все это только для того, чтобы любить одного человека. Не так ли? Да. Но я люблю все человечество. Это просто. Он сказал «Возлюби ближнего своего». Это очень важно. Очень важно. Так, посмотрим, кто мой сосед. Речь не об этом. Кто бы ни был рядом с вами прямо сейчас, что бы ни встречалось на вашем пути, просто любите это без разбора. Сам воздух, которым вы дышите, это же ваш сосед? Да? Это же ваш ближний? Вода, которую вы пьете? Ваш ближний? Сидящий рядом? Ваш ближний? Земля, по которой вы ходите? Ваш ближний? Просто любите то, с чем вы соприкасаетесь прямо сейчас. Это уже другое. Это стоит жизни. Иначе этого не произойдет. Вопрос из социальных сетей, из Facebook. Амит Мадан спрашивает. В этот век материализма, подлинная любовь, исчезает из нашей жизни. В основном, любовь, которую мы получаем от других и выражаем сами, поверхностно. Как мы можем усилить чувство настоящей любви в нашей жизни и жизнях других людей? Забудьте про других. Если вы научитесь быть любящими по своей природе, не из-за кого-то или чего-то. Я знаю, что вопрос из Facebook. Так что существует невероятная возможность. Вы можете любить даже тех, кого не существует. Поэтому я говорю, что есть невероятная возможность. Так что, если вы просто станете любовью, вместо того, чтобы любить кого-то, тогда вы познаете природу любви. Если вы любите кого-то, то эта любовь изменчива, потому что ни один человек никогда не будет на 100% таким, каким вы хотите его видеть. Вас разочарует каждый человек на планете, поверьте мне. Не потому, что они будут делать что-то неправильно, но потому, что никто не в состоянии удовлетворить нереалистичные ожидания, которые вы имеете по отношению к ним. Это просто невозможно. Вы сами когда-либо смогли полностью удовлетворить чьи-то ожидания. Только частично. Но никогда на 100% не так ли. Так что и никто другой не сможет это сделать, если только вы не такой безнадежный романтик, что все еще ждете, что откуда-то появится идеальный человек. Нет, поверьте, кто бы ни появился, я хочу, чтобы вы знали, что идеальные люди, которым вы поклоняетесь, когда Кришна был жив, его жены были постоянно недовольны. Что уж говорить о нас. Пожалуйста, помните об этом. Субтитры создавал DimaTorzok